Дед Мороз – главный сказочный персонаж на празднике Нового года, восточнославянский вариант рождественского дарителя. Создание канонического образа Деда Мороза как обязательного персонажа новогоднего, а не рождественского, праздника произошло в советское время и относится к концу 1930-х годов, когда после нескольких лет запрета вновь была разрешена елка. Дед Мороз изображается как старик цветной, голубой, синий, красной или белой шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, в оленках, ездит на тройке лошадей, часто приходит в сопровождении внучки Снегурочки, а во время СССР, бывало и Нового года, мальчика в красной шубе и шапке. Мальчик Новый год выступал как своеобразный преемник Деда Мороза, наиболее часто он был изображен на новогодних открытках конца 1950-х, середины 1980-х годов, после чего популярность этого персонажа стала падать и к настоящему времени он почти забыт. Также Деда Мороза иногда сопровождают различные лесные звери. История возникновения Исследование в своем исследовании С. Б. Адоньева указывает, что канонический образ Деда Мороза с внучкой Снегурочкой как обязательных персонажей новогоднего праздника сформировался уже в советское время и относится к концу 1930-х годов, когда после нескольких лет запрета вновь была разрешена елка Е. В. Душечкина. В принципе соглашаясь с таким мнением указывает на более древние источники и формирование образа. Более подробно она рассматривает этот вопрос в отдельной книге. Славянская мифология Мороз как природная стихия издавна персонифицировался восточными славянами. Он представлялся ими в виде невысокого старичка с длинно-седой бородой, который бегает по полям и вызывает стоком трескучие морозы. Образ Мороза нашел свое отражение в русских пословицах, поговорках, сказках. К примеру, в волшебных сказках Мороз предстоит в виде волшебного помощника, выступая под прозвищами «студенец», «трескунец» или как даритель при правильном поведении сказочного героя. Снежная морозная зима в представлении славянина земледельца связывалась с будущим хорошим урожаем. Об этом судили по наличию рождественских или крещенских морозов, поэтому в святки и чистый четверг было принято совершать обряд кликания мороза. Его зазывали на трапезу и угощали ритуальной пищей, блинами и кутьей. В то время точно так же призывали в дом души умерших предков, а кутья – традиционная поминальная еда у славян. Еда для Мороза оставлялась на окне или на крыльце, тогда же Мороза просили не приходить летом и не портить урожай. Формирование образа в литературную традицию Дед Мороз входит в 1840 году с публикацией сборника сказок «Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Адаевского. В сборник была включена сказка «Мороз Иванович», в которой впервые давалась литературная трактовка образа фольклорного и обрядового Мороза, прежде выступавшего лишь в качестве языческого хозяина стужа зимнего холода. Созданный Адаевским образ еще не слишком похож на знакомого новогоднего персонажа. Календарная приуроченность сказки – не Рождество или Новый год, а весна. Поэтому Мороз Иванович живет в ледяной стране, вход в которую открывается через колодец. И не Мороз Иванович приходит к детям, а дети приходят к нему. Никаких подарков к какой-то дате он не делает, хотя и может щедро вознаградить за хорошо выполненную работу. Однако, как пишет исследователь, достаточно долгое время Мороз Иванович и Ёлка с Новым годом существовали по раздельности. Их объединение произошло во второй половине XIX века, когда в городской среде России отмечаются первые попытки создать самобытного рождественского деда, который дарил бы подарки русским детям, как Николай угоднику и западных сверстников. При Александре II упоминается старый рупрект «Святой Николай» или «Дедушка Николай» – единичные попытки, которые не прижились. В 1886 году впервые отмечается «Морозка» и к началу хэха века уже складывается знакомый образ Деда Мороза. Тогда же из иллюстрированных переводов Валерия Карика сказка о Морозке становится знакомой англоязычным читателям. В переводе «Морозка» выступает под именем «Король Мороз». После революции Дед Мороз вместе со всеми рождественскими традициями подвергся гонениям. Его окончательное изгнание произошло в канун 1929 года, когда Рождество было объявлено обычным рабочим днем, а специальные патрули ходили по улицам и заглядывали в окна на предмет выявления праздничных приготовлений. Советский обиход Дед Мороз вернулся в канун 1936 года. Это произошло после того, как 28 декабря 1935 года член Президиума ЦИК СССР П. П. Пастышев опубликовал в газете «Правда» статью, где предложил организовать для детей празднование Нового года, после чего по всей стране начинают организовываться новогодние мероприятия с использованием переосмысленной старой рождественской атрибутики. Официальное торжественное возвращение Деда Мороза произошло очень скоро. В первом в СССР Харьковском дворце пионеров 30 декабря 1935 года прошла первая в СССР после реабилитации официальная новогодняя елка. А в январе 1937 года Дед Мороз со Снегурочкой приветствовали гостей на праздники в Московском Доме Союзов. В формировании нового образа Деда Мороза важную роль сыграл и советский кинематограф «Дед Мороз и православие». Отношение русской православной церкви к Деду Морозу еще в начале XX века было неоднозначным, ведь в своих истоках это языческая персонификация сил природы и волшебник, что противоречит христианскому учению. С другой стороны это прочно установившаяся культурная традиция. На эту тему высказывался в 2000 году во время своего визита в Вологду митрополит Сергий. Дед Мороз – это добрый персонаж, знакомый каждому из нас с детства, и нужно помнить об этом, нужно различать персонажи добрые и злые. Мне кажется, что образ Деда Мороза – это нормальное развитие нашей светской духовной традиции. Дед Мороз в России В России существует несколько независимых проектов, связанных с Дедом Морозом. Первая родина Деда Мороза – Архангельск – появилась по инициативе обкома Волк-СМ, поддержанной тогда, в самом конце 1980-х годов. Директорами Архангельского морского торгового порта, военного севмашзавода, других крупных предприятий, в начале 1991 года, были созданы ЗАО «Дом Деда Мороза» и ТОО «Почта Деда Мороза» зарегистрированы соответствующие товарные знаки. В 1995 году руководство Лапландского заповедника на Кольском полуострове запустило проект «Сказочная Лапландия. Владение Деда Мороза», по которому резиденция Деда Мороза располагалась в Чумнозерской усадьбе. По инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Вологодской области с 1998 года действует государственный туристический проект «Великий Устюг. Родина Деда Мороза». В рамках этого проекта с 2005 года также отмечается официальный день рождения Деда Мороза – 18 ноября. Эта дата была выбрана как день, близко к которому в Великому Сюге по статистике ударяют первые сильные морозы. Ситуацию с несколькими общероссийскими Дедами Морозами, в том числе Лапландским и Великоустюгским, разрешили так. Поскольку Дед Мороз волшебник, он может быть одновременно и в Лапландии, и в Великом Устюге. Если на детских письмах Деду Морозу не указан Лапландский заповедник, то их доставляет в Великий Устюг. 25 декабря 1999 года в Великом Устюге состоялось торжественное открытие дома Деда Мороза. В город идут туристические поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, других городов России. По словам бывшего губернатора Вологодской области В. Позгалёва, за первые три года число туристов, посетивших Великий Устюг, выросло с 2000 до 32 тысяч. С начала реализации проекта Деду Морозу было направлено более миллиона писем от детей из различных стран, а товарооборот в городе вырос в 15 раз и снизилась безработица. Московская усадьба Деда Мороза была создана в рамках межрегионального проекта Великий Устюг. Родина Деда Мороза в 2004 году мэр Москвы М. Лужков и префект Юго-Восточного округа столицы В. Б. Зотов приняли решение построить почту Деда Мороза, торжественное открытие которой состоялось через год. В 2006 году в усадьбе были открыты четыре новых объекта «Терем Снегурочки», «Терем Творчества», «Ледовый каток», «Тропа Сказок». 5 августа 2008 года распоряжением правительства Москвы Московской усадьбе Деда Мороза был присвоен статус государственного бюджетного учреждения. Учредителем усадьбы является Комитет общественных связей Г. Москвы. Усадьба работает круглый год. Основная активность приходится на период с 18 ноября, дня рождения Деда Мороза, до середины января. В течение года в усадьбе проходят праздничные концерты, игровые программы, мастер-классы, экскурсии по почте «Теремам зимних волшебников», разнообразные мероприятия с общественными организациями. Ежегодно в усадьбу поступает более 20 тысяч писем. В конце декабря 2011 года появилась своя сказочная резиденция в Мурманске. Дом Лапланского Деда Мороза был возведен там на территории парка «Огни Мурманска». Помимо общенациональных Дедов Морозов с резиденциями в Архангельске, Великому Сюге и на Чумозере, на территории Российской Федерации известны их коллеги других народов. Например, в Карелии под Петрозаводском можно посетить Паккайне. Этот герой, впрочем, довольно далек от привычного образа. Он средних лет. У него нет бороды, а живет он в Большом Чуме. Дед Мороз в Белоруссии. В Белоруссии Дед Мороз также теперь имеет свою официальную резиденцию. 25 декабря 2003 года на территории национального парка «Беловежская пуща» приветствовал в своей усадьбе первых гостей белорусский Дед Мороз со «Снегурочкой». С тех пор Дед Мороз круглый год, а не только под Новый год, сердечно встречает гостей в своих владениях. За первые пять лет работы поместья здесь побывало более 340 тысяч туристов из 70 стран мира. Белорусский Дед Мороз одет в длинную шубу до пят, опирается на волшебный посох, не носит очки, не курит трубку, ведет здоровый образ жизни и не страдает заметной полнотой. Самым первым официальным Дедом Морозом в Беловежской пущи был Вячеслав Симаков, заместитель директора Белорусского национального парка «Беловежская пуща» по научно-исследовательской работе. О своей двухлетней карьере Деда Мороза он написал книги «Как я был Дедом Морозом» и «Дед Мороз и его родня». Общая площадь сказочного поместья составляет 15 гектаров. Кроме собственно дома Деда Мороза, в поместье также имеется отдельный домик для Снегурочки, сокровищница, где хранятся подарки и письма, присланные детьми и музей Деда Мороза. На территории резиденции произрастает, как ошибочно заявляет в Национальном парке, самая высокая в Европе 40-метровая натуральная ель, которой 120 лет. Территория усадьбы украшена многочисленными деревянными статуями различных сказочных персонажей, макетом мельницей и волшебным колодцем. Филиал почтового ящика Деда Мороза находится в Минском парке им. Горького. Белорусский Дед Мороз имеет свой собственный сайт, на котором в том числе можно увидеть некоторые детские рисунки, присланные в подарок Деду Морозу. Белорусский Дед Мороз получает полторы тысячи писем ежедневно и почти на все послание с обратным адресом отправляется ответ. С 2011 года Белорусская железная дорога организовала праздничный вагон в поместье Деда Мороза в Беловежскую пущу, который будет курсировать с 23 декабря. Существует мнение, что создание в пущеном месте бывшего зубропитомника поместья Деда Мороза нарушило экологическое законодательство Республики Белоруссии. Привнесло в заповедный реликтовый лес чужеродные ему элементы садово-паркового дизайна, а также послужило причиной сильного беспокойства для пущенской популяции зубров Дед Мороз на Украине. На Украине Дед Мороз повсеместно известен, но своей официальной резиденции не имеет. Конкуренцию Дед Мороз составляет Святому Николаю, который с 2004 года имеет резиденцию в селе Пистынь в Ивано-Франковской области, где принимает местных и зарубежных гостей, а в 2007 году сам нанес визит вежливости в Устюг. Резиденцию российского Деда Мороза. Некоторые журналисты считают, что советизированный образ покровителя праздника Нового года подменил собой сконно почитаемого среди украинцев христианского заступника святого Николая, который приносит в ночь с 18 на 19 декабря детям подарки и кладет их под подушку. До революции в Российской империи Новый год приходился на древний праздник в Милане или щедрый вечер и имел свою атрибутику и ритуалы. В ноябре 2014 года городской голова Киева Виталий Кличко подписал указ о том, что главная елка Украины должна переехать с площади независимости на одной из древнейших площадей Киева – Софийскую площадь. Празднование Нового года будет происходить с участием святого Николая. Организаторы говорят о стремлении восстановить древние традиции празднования Нового года. В декабре 2015 года представители общественности Ивана Франковска обратились к властям города с предложением отказаться от празднования в учебных заведениях Нового года с участием Деда Мороза в пользу Рождества Христова со святым Николаем. В советском и российском кинематографе художественные фильмы «Морозка» роль Морозка исполняет Александр Хвыля, Снегурочка, Петр Никашин, Джентльмены удачи. Маску Деда Мороза переодевается воспитатель Трошкин. Новогоднее приключение Маши и Вити Роль Деда Мороза исполняет Игорь Ефимов, Чародеи. В костюм Деда Мороза переодевается Кеврин, СМ. Также, категория новогодней фильмы-мультфильмы, когда зажигаются елки, снеговик, почтовик, новогодние путешествия, Дед Мороз и лето. В лесу родилась елочка, ну, погоди. Новогодний выпуск Дед Мороз и Серый Волк Новогодняя песенка Деда Мороза Зима в Простоквашино Маша и Медведь В серии 1, 2, 3 Елочка, Горе, Белка и Стрелка Озорная семейка 1 сезон 3 выпуск 6 серия Настоящий Дед Мороз СМ Также, категория Новогодняя мультфильма Галерея изображений